Здравствуйте, уважаемые учащиеся! Вашему вниманию урок геометрии за восьмой класс нахождение координат середины отрезка. Цель нашего сегодняшнего урока научиться находить координаты середины отрезка. Середина отрезка. Что же такое середина отрезка? Это точка на заданном отрезке, находящаяся на равном расстоянии от обоих концов данного отрезка. То есть на нашем рисунке точка J является серединой отрезка IK. Давайте посмотрим видео на эту тему. Вы узнаете, как находить координаты середины отрезка. Я могу нарисовать отрезки и определить координаты точки, расположенной в середине отрезка. Координаты середины отрезка могут быть вычислены даже без рисования отрезка. Заметьте, что координата Х является среднеарифметической координат Х концов отрезка. Таким же способом можно вычислить координату Y. Координатами середины отрезка с конечными точками –3, 4 и 7-4 являются 2, 0. Координаты середины отрезка с конечными точками AB и CD могут быть вычислены так. Итак, формула для нахождения координат середины отрезка такова. То есть, если мы имеем отрезок AB, где координаты точки A – X, A, Y, A, а координаты точки B – X, B, Y, B, тогда координаты точки середины отрезка точки C будут иметь следующий вид. Х координаты точки C – это X, A, плюс X, B, деленное на 2, Y координата Y, A, плюс Y, B, деленное на 2. Давайте рассмотрим пример. Дан отрезок RS, RS, где точка R имеет координаты 1, минус 3. Точка S имеет координаты 4 и 2. Нам необходимо найти координаты точки M, которые являются точкой середины отрезка RS. Используя нашу формулу, мы понимаем, что X координата точки M должна равняться 1, плюс 4, делить на 2, а Y координата должна равняться минус 3, плюс 2, деленное на 2. Таким образом, точка M имеет координаты 5 вторых и минус 1 вторая. Это координаты середины отрезка. Теперь вашему вниманию еще одно видео. Разобьем отрезок AB длиной 28 на две части в отношении 3 к 4. Разделим отрезок на 7 частей. Точка C делит отрезок AB на 2 отрезка таким образом, что AC к CB равен 3 к 4. Найдем отношение CB к AC. Теперь давайте разберем пример номер 2. Точка C делит отрезок AB, где A имеет координаты минус 3, минус 1. Точка B имеет координаты 7 и 4. Точка C делит отрезок AB на 2 отрезка, длинных которых имеют соотношение 3 к 2. То есть в этом примере точка C не является точкой середины координат. Она делит отрезок по определенному соотношению. Наша задача, используя координаты точек A и B, вычислить координаты точки C. Так как дельта X отрезка AB равно 10, 5, а дельта Y равно 5. Давайте сначала разберемся, что же такое дельта X, а что такое дельта Y. Дельта X это разность между координатами начала и конца отрезка по оси абсцисс, а дельта Y, соответственно, по оси ординат. Используя эти числа, мы можем разделить наш отрезок AB на 5 маленьких отрезков. То есть смотрите, координата X координата точки A минус 3, X координата точки B 7, соответственно, дельта X у нас 10. Y координата точки A минус 1, Y координата точки B 4, соответственно, дельта Y у нас 5. Таким образом, мы разделим наш отрезок AB на 5 маленьких отрезков. Раз, два, три, четыре, пять. И затем мы высчитываем координаты конца третьего отрезка от точки A, так как точка C делит наш отрезок по соотношению 3 к 2. Таким образом, координаты точки C 3 и 2. Теперь давайте пройдем небольшой тест. Вопрос номер один. Найди координаты середины отрезка, соединяющего точки A и B. Используя нашу формулу, мы можем найти координату середины отрезка. X координата середины отрезка будет равна 3 плюс 7 делить на 2, то есть 5, а Y координата будет равна 5 плюс 9 делить на 2, то есть 7. Таким образом, правильный ответ C. Вопрос номер два. Найди координаты точки M делящие отрезок AB в отношении 1 к 3. Если известны точки A, 5, 3 и B, минус 3, минус 1. Давайте определим, чему равна дельта X и чему равна дельта Y. Дельта X в нашем случае разность между X координатами концов отрезка, то есть 8. 5 минус 3, разность 8. Дельта Y разность между Y координатами концов отрезка, то есть между 3 и минус 1. Соответственно, дельта Y в нашем случае равна 4. Нам необходимо разделить отрезок AB на 4 маленьких отрезка, так как соотношение 1 к 3. И найти координаты конца первого отрезка от точки A. Таким образом, координаты конца первого отрезка будут равны 3 и 2. Вопрос номер три. Вычисли расстояние между точками A и B, где точка A имеет координаты минус 3 и 1, точка B имеет координаты 5 и 2. Используя формулу расстояния между точками, мы находим расстояние между точками A и B, равное корню из 73. Вопрос номер 4. Вычисли расстояние между точками A и B, где A имеет координаты 4 и 2, а точка B имеет координаты минус 1 и минус 3. Опять же, используя формулу расстояния между точками, мы находим длину отрезка AB, которая равна 5 корень 2. Спасибо за внимание. Урок окончен.